Сегодня мы ищем конкурентов Илона Маска и управляем роботами. Взлетаем до потолка и ловим эндорфины. Танцуем лесгинку и гуляем по темной стороне Луны. Пара виолончелей и хроническое раздвоение личности музыкальной. Денис Шаповалов так с 14 лет живет и своим неистовым темпераментом сносит все представления о классических исполнителях. Его карьеру по нотам уже в детстве разложили. Будущий артист появился на свет в городе Чайковском, да еще в семье, где папа дирижер, а мама пианистка. Сын послушно следовал заявленной ими партитуре – музыкальная школа, училище, консерватория, пока однажды не перешел на темную сторону Луны. У нас в общаге, общага была такая буква «П», и из репетитория, где занимаешься, выходил, вид на такой грязный двор, и была огромная на асфальте надпись «Пинг Флойд». Я думал, что это, магические слова какие-то. И потом, естественно, и на кассетах, и на пластинках тогда еще. Слушаешь и понимаешь, что окунаешься в целый космос. Потому что, прежде всего, конечно же, для меня это такое ночное небо, звездное, и бесконечное, безвременье, и бесконечное пространство. И с тех пор прошло уже 30 лет, и все, пропал человек. За три десятка лет он успел выиграть международный конкурс имени Чайковского и стать одним из любимых учеников Ростроповича. Выступить на одной сцене с ведущими мировыми оркестрами и первым из классических музыкантов дать концерт на Северном полюсе. Но сияние безумного бриллианта не отпускало. После академических залов Баха и Шуберта его виолончель играла арт-рок. И доигралась до трибюта. Легендарные композиции группы Pink Floyd Денис переписал в оркестровой версии и доверил премьеру проекта Омскому симфоническому. Для каждой из 11 композиций придумывали свой видеоряд, свет и звуковые эффекты, подражая традициям Pink Floyd. Группа на записи альбомов часто экспериментировала, извлекая звуки из обычных предметов – от молотков и стаканов с водой до скотча и аэрозольных баллончиков. Новые версии психоделических хитов омская публика оценила восторженно. Так что одну из частей знаменитой рок-оперы «Стена» музыкантам даже пришлось повторять на бис. А вы считаете себя бёрд-вотчером? Это кто такой? Что? Бёрд-вотчером. А что это такое? Нет, мы себя таковыми не считаем. Нет. Ну, недавно шёл, кстати, голубь на плечо, сел сам. Наблюдаю, потому что я их люблю. Люблю, как они чирикают, как они там поют. Бёрд-вотчинг – это слово не воробей. Оно влетело в английский язык в 30-е годы 20-го века и основательно угнездилось в лексиконе. Как тебе бёрд-вотчинг? Что? Шикарно. Дословно, бёрд-вотчинг – это процесс наблюдения за птицами, а самих наблюдателей называют бёрд-вотчерами. Вооружившись биноклями и полевым дневником, орнитологи бродят по окрестностям, высматривая пернатых и фиксируя свои наблюдения. Теперь считать ворон – занятие благородное. Чарльз Дарвин. Ему было 12 лет, и он стал наблюдать за птицами. Он вечером пришёл к ужину и сказал отцу, папа, я сегодня начал наблюдать за птицами. И я очень удивлён, почему каждый джентльмен не наблюдает за птицами. Начинающие в этом деле на птичьих правах. Отличить жаворонка от воробья у многих получится не сразу. Чтобы стать бёрд-вотчером, нужно смотреть в оба и запастись терпением. Летом в Омской области можно наблюдать размах крыльев 289 видов птиц, а зимой каждый полёт на счету. Пернатые кружат лишь в поисках пищи, а в остальное время нахохлившись греются в стайке. Впрочем, круглогодично пригретое птицами место в Омске есть – это птичья гавань. Здесь очень много видов птиц, это порядка ста видов птиц, но за ними надо наблюдать. То есть не просто пришёл, увидел, мы же не можем привязать вот эту птичку. Она боится в первую очередь человека, поэтому воспринимает как опасность и сразу старается укрыться. А если мы не остановимся, не посмотрим, не подумаем, не поглядим, то, конечно, мы мало что можем заметить. Если вы глаз с неба не спускали, но не нашли ни пуха, ни пера, загляните в Омский экоцентр. Здесь можно познакомиться с заморскими красотками, например, кокоду или египетской цаплей. Это наши соседи по планете, и одни из самых эффектных и самых любимых соседей. Птиц у нас довольно много, но, к сожалению, почему-то среднестатистические омичи птицами не интересуются, птиц не знают, и это очень грустно. Не все омичи равнодушны к пернатым. Каждую зиму Марина Зенова говорит «птичку жалко» и вывешивает за окном кормушку. Никакого хлеба или пшена. Птичья диета оказывается строже человечей. Наевшись мучного, птица может уснуть и замерзнуть, так и не проснувшись. А вот семечки или сало – лучший корм в зимнее время. Теперь за биртвочингом Марине ходить далеко не надо. Птицы сами под окно прилетают. Мне приятно, что я хоть какую-то пользу приношу природе, ну и как-то птичкам весело. За ними очень интересно наблюдать. Это действительно, знаете, каждая птица ест по-разному. Например, синичка, она не сидит в кормушке, она берет семечку, садится на веточку и ее грызет. Вот съест, летит за другой. Ну, как-то очень интересно, забавно. Немногие птицы остаются зимовать в родных сибирских краях. Большая часть уже в начале сентября улетает в поисках тепла и корма в далекие дали. Например, чайка-амичка пролетела 4600 километров, чтобы заморить червячка в Индии. Но даже перелетные птицы не забывают, что они омские. Все птицы находят места зимовок и, самое главное, все птицы возвращаются домой, потому что у них заложено такое явление филопатрии – любовь к родине. Так что пока амичи пытаются покинуть Омск, чтобы расправить крылья, где-то на берегу Аравийского моря омская птица скучает о родных местах и знает, что она обязательно вернется. Один из уникальных экспонатов нашей музейной экспозиции – это книжка Тимофея Белозерова, которую он сам сделал. Однажды Тимофей Максимович Белозеров отдыхал в Ашкирской СССР, и, видимо, он тоже там ходил по лесам, по полям, как он любил это делать в Омской области, и сделал себе вот такую книжку из бересты. Он поставил цену на эту книжку, она стоит один час. И, может быть, это час, затраченный на изготовление этой книжки, это час его жизни, это час, приближающий его к встрече с семьей. Эта книжка долгое время хранилась у него в семье. Вдова Вера Ильинична ей очень дорожила. Но потом, когда у нас начала создаваться музейная экспозиция, эта книжка была передана нам. Помните, мы все в детстве постоянно прыгали на резинках, на скакалках, на панцирных сетках, а потом оставили эту привычку. А зря это не только полезно, но и весело. Сегодня возвращаемся в детство, учимся прыгать на батуте. Встаем на батуте, напрягаем туловище, не расслабляемся. Спинку держим ровно, не наклоняемся ни вперед, ни назад. Прыгаем, ручки вверх, поворотим. Хорошо. Взлететь, как птица, преодолев земное притяжение – мечта. Эти полеты не во сне, а наявом. Всего за несколько тренировок можно освоить простейшие трюки. Но при внешней легкости это серьезная нагрузка. Пять минут прыжков на батуте – все равно, что километр пробежать. Я всегда любила прыгать на батутах или просто прыгать над землей. Но я выше своих друзей прыгаю. Когда высоко подлетаю, я всегда представляю, как будто я лечу куда-то. Мы учимся контролировать свое тело как на земле, так и в воздухе. Фактически как люди летают, как люди в космосе летают, в невесомости. Здесь практически этого мы добиваемся. Прыжки на батутах действительно входят в программу подготовки космонавтов. Снаряд был изобретен еще в начале 20 века и использовался как игровой метод совершенствования физического и психического состояния легкоатлетов. В 2000-м прыжки на батуте стали олимпийским видом спорта. Высота прыжка у спортсменов может достигать 15 метров. Но чтобы добиться подобного результата, потребуются годы ежедневных занятий. Впрочем, на такие тренировки хочется бежать в припрыжку. Ирина Гончарова, глядя на своих сыновей и дочь, сама подскочила до потолка. Когда ты начинаешь технически это делать, возникает высота, и когда ты летишь, оно прям захватывает. Внутри как будто что-то сжимается, но и правда реально вырабатываются эндорфины, и ты прям в восторг. Если говорить об общей физической подготовке, то она укрепляет весь организм полностью. Это опорно-двигательный аппарат, это, конечно же, различные мышцы, ноги, руки, пресс, спина. То есть упражнения на силу мышц мы делаем обязательно. Без разминки выходить на батут не рекомендуется. Не стоит забывать, что возможность, пусть ненадолго, но все же оторваться от земли, требует хорошей физической формы. Раз, два, три. А сначала, до конца, в следующий. Давайте прием. И раз, два, три, четыре, пять. Музыка как включается, у них сразу начинает кипеть энергия, там все, хочет танцевать. Этот танец, это, так сказать, горский танец. Те элементы, которые в горском танце, да, можно исполнить и в лизгинке тоже. И, честно я вам скажу, намного насыщенно, намного богаче получается, намного смотрится, больше разнообразие. Мы преподаем все виды кавказских танцев. Армянский, осетинский, грузинский, лизгинка. Сложнее, это люди. Прыгать, крутиться и вниз прыгать. Еще у них там движение есть, где они крутятся и как бы прыгают наверх. На носочках прыгать, потом и научился крутиться и падать на ноги. Приходили многие, как бы, спортсмены, которые, ну, хотели научиться тренировать. Многие не выдерживали, честно говоря, эту физическую нагрузку. На самом деле, на самом деле все мышцы работают. Рука, нога, голова, шея, все абсолютно. Все мышцы. Ноги болят. Мясо надо кушать я. Я занимался борьбой. А там, как бы, выносливости не нужны особо, как здесь, например. Когда я пришел, я ходил, как робот. Кавказская музыка, она всех объединяет, как бы. Все сразу дружелюбые становятся, танцуют, веселятся. Мое детство прошло в Грузии, в городе Тбилиси. Я учился сам с детства, шести лет. Ну, можно сказать, шести лет я уже на сцене был. В конце уже государственные, на самом деле, мамули. Из такой духовки, танцы, да, как бы, передавались поколению к поколению, да. Тоже здесь, которые дети выросли, ну, кавказцы, образно говоря. Они же не знают это все. Им же хочется научиться. Им же хочется, как бы, свое, чего-то знать. Будет стыдно, если я не буду знать кавказские танцы. Это то же самое, что не знать родного языка. Конструктор. Казалось бы, что здесь особенного? Ведь все мы в детстве строили из него, например, машинки или дома для кукол. Но проблема была в том, чтобы заставить это двигаться. Например, машинка двигалась только при помощи руки. Но вот сейчас прогресс дошел до того, что в конструировании применяются, например, солнечные батареи, как в этой установке. И она начинает двигаться самостоятельно. В моей голове не укладывается, как это работает. Но вот дети в этом прекрасно разбираются. Тысячи блоков конструктора и планшет. Все, что нужно, чтобы построить настоящего робота, способного выполнять практически любые команды создателя. Эти ребята используют в основном пластиковые детали. Робот из металла появляется на свет гораздо дольше. Чтобы собрать робота из железа, это возможно. Это могут сделать дети 7, 8 или 9 без проблем под руководством педагога. Но особенность в том, что сборка такого робота займет год, два, а может три. А на наших занятиях ребенок на каждом занятии может собрать своего робота, он его может запрограммировать, он может с ним поиграть, он может сделать им все, что угодно. Еще и потом родителям в случае чего показать, что он собрал. Родители видят в этом не только интересное хобби. Многие рассчитывают, что увлечение их ребенка станет делом всей его жизни. Технологии развиваются стремительно, поэтому 8-летний мальчик, конструирующий роботов, через 10 лет вполне сможет составить конкуренцию Илону Маску и запустить в космос свой беспилотник. Ребенка нужно учить всему. Секция по карате, футболу – это тоже важно, так же, как и английский. Просто в счетом того, что ваш ребенок мальчик, и который постоянно собирает лего целыми днями, надо понимать, что это ему нравится. И наша задача, как родителей, определить, где у него способности и помочь ему в жизни выбрать какой-то путь. Будущие работодатели ждут молодых конструкторов. Говорят, что кадров инженерной отрасли в России не хватает. И чтобы их заманить, с 2018 года в нашей стране ввели дополнительные баллы к ЕГЭ для победителей Олимпиад по робототехнике. Ранее профориентирована главная задача проходящая робофеста в Омск, для того, чтобы ориентировать детей на новые технологии. Чтобы они понимали, что слово «инженер» звучит гордо. И, окончив, получив образование в этой сфере, они могут устроиться на работы в нашей компании, получать достойную зарплату и перспективы роста. Клубов робототехники в Омске достаточно. Научить ребенка строить живые механизмы могут в любом районе города. Цены на занятия не кусаются. Так что провести свободное время с пользой и построить задел на будущее не так уж сложно. Сегодня о своем свободном времени и музыкальных пристрастиях расскажет фотограф, преподаватель и куратор международных выставочных проектов Василий Мельниченко. Когда я живу в Берлине, то когда есть свободное время, мы либо посвящаем это прогулкам, слава богу, там ездить гулять, и второе – это велосипед и какие-то поездки на озера в леса. И мое любимое занятие – это поставить виниловую пластинку и слушать музыку, просто прослушать диск с двух сторон. Регулярно круто себя чувствую, когда слушаю или Моцарта, или Кинг Кримзон. Всем рекомендую поставить и насладиться настоящим искусством, которое осталось, к сожалению, в прошлом. За месяц до весны в Омске – время листьев. Новая экспозиция открылась в галерее «Левая нога». Главные герои работ художника Елены Князевой – духи природы, а сами картины напоминают иллюстрации сказок. У меня есть дети, и мы с ними любим какие-то необычные сказки выкапывать. У нас есть, например, любовь к латышским различным мультфильмам 90-х годов. Необычно это тоже очень вдохновляет. У меня в некоторых работах отражены даже сюжеты из каких-то выкопанных мультиков нами, каких-то редких сказок. Сказки нужны не только детям. Во взрослой жизни мир волшебства – это верный способ сберечь экосистему своего внутреннего мира. Очень психотерично, очень атмосферно. Для людей с открытым сознанием она много чего может принести. Мотив, не знаю, легкость, немножко что-то эзотерическое, то есть какие-то внутренние переживания, жизнь. Ну, то есть художник лайтапно рассказывает про свою жизнь, про какие-то эпизоды в жизни своей. Елена Князева вышла к публике не только как художник, но и как режиссер, представив гостям свой короткометражный фильм «Ушельцы». Эта картина тоже полна жизни и импровизации, ведь в 21 веке искусство все чаще блуждает в поисках гармонии и источников восполнения энергии. О современном искусстве в нашей стране мы поговорили с художником и основателем галереи «Левая нога» Дмитрием Вирже. Дмитрий, расскажите, почему выставки в вашей галерее очень недолго длятся? Проходят открытия, буквально несколько дней они работают, и, собственно, экспозиция меняется. И не как в классических музеях, где выставка приехала на полгода, и вот, собственно, ее можно так долго посещать. В Северной Корее есть оперный театр, где на стене выложена мозаика и афиша. Вот, репертуар не меняется никогда. А мы живем ведь во время информационной революции, в эпоху высоких скоростей. Современное искусство, контемпорарий арт – это тоже высокие скорости. Поэтому у нас выставки идут неделю, ну, максимум 10 дней. Вот, потом очень много желающих выставляться, всегда есть какая-то плановая очередь. Как вы находите вот художников, которые хотят у вас выставиться, или они вас находят, или это, в принципе, какая-то общая тусовка, и вот вы всегда на связи, и у вас нет никогда такой проблемы, где найти, собственно, творца? Мы не совсем галерея в том понятии, в каком принято это считать. Мы не ведем коммерческой галерейной деятельности или околокоммерческой. Мы никого не ищем. У нас все происходит по принципам самой матери природы. Вот, люди находят себя сами и приходят сюда. Свободных площадок в Омске мало, или, может быть, даже вообще нет. Я понимаю так, что левая нога – это единственная площадка, где можно выставить все, что угодно. Независимо от уровня, там, художественного мастерства, качества. Вот, мы принимаем абсолютно все. У нас один из наших принципов – это тотальный плеврализм, вот, максимальная открытость. Если кто-то приходит – это хорошо, если не приходит – ничего страшного. Я понимаю, что в нашем городе современным искусством, искусством вообще и современным искусством, в частности, мало кто интересуется. Это связано с экономикой. У нас не самая мощная экономика в стране и, тем более, не самая мощная экономика в городе. Поэтому я очень хорошо понимаю людей. А зачем им это, современное искусство? С какой целью им интересоваться? Что с ним можно сделать? Это же бессмысленно. Есть ли какая-то градация, вот, лично, у вас там, вот это искусство, а вот это, ну, наверное, нет? Современное искусство – это то, что всегда находится за границами признанного. Мы ничего не оцениваем. А кто вообще может подобное суждение авторитетное выдать по творческому продукту? Кому это дано? Понятно, что мы живем в стране, где, допустим, эпоха модерна в середине XX века прошла мимо. Вот. У нас не произошло главного. У нас вместе со сменой экономической формации и политической формации осталась прежняя система образования и прежняя система в культуре. Если вы придете на выставки, которые проводят наши государственные музеи, вы, скорее всего, увидите там все то же самое, что я видел там 40 лет назад. Вот. Ничего не меняется, к сожалению. Вот. А главная задача современного искусства – это создавать и находить что-то новое. И этим практически никто не занимается. Кроме левой ноги, конечно. Итак, друзья, начнем наш честный импровизированный поединок, и я объявляю первый раунд «Загадка художника». Внимание на экран. Ваш ответ. Игра на фортепиано. Но там кто сидит? Мужчина. Его зовут. Но как называется человек, который играет на фортепиано? Фианист. Фианист, браво, друзья! У Дмитрия Владимировича самое правильное этих произведений. Трактоп. Трактоп. Другое. Траблитация. Трактоп. Мы же, когда даем концерты сольные, мы же напрямую со зрителями не общаемся. А здесь, как говорится, общаемся со зрителями глаза в глаза. То есть они задают вопросы нам, мы задаем вопросы им. Вопрос-ответ. Это, мне кажется, очень интересно. Необычный формат. Я в таком участвую первый раз. Мне было любопытно. Две премии «Золотой глобус» и 10 номинаций на предстоящем «Оскаре». В прокат на этой неделе выходит историческая драма «19-17». Чтобы погрузить зрителей в атмосферу, первый мировой режиссер Сэм Мендес создал эффект неделимого кадра, как будто весь фильм снят одним дублем. В пятницу артисты омского тюза сыграют блюз с одним антрактом. По роману Пушкина Евгений Онегин. Спектакль получил награду за лучшую мужскую роль на областном фестивале-конкурсе театральных работ. В субботу омичей зовут поболеть за четвероногих спортсменов на всероссийской спринт-гонке «Гиперборея-2020». Зрителям обещают одно из самых зрелищных событий этой зимы – с заездами на нартах и на лыжах. В воскресенье меломаны отправятся в музыкально-мультимедийное путешествие по странам Европы с омским камерным оркестром. Программа «Парижские тайны» объединит концерт и показ дизайнерских коллекций одежды. Сумасшедшую клоунаду с головокружительными аттракционами покажут во вторник актеры лицейского театра. Фантазия на тему рассказа Чехова «Каштанка» перенесет зрителей в мир циркового закулисья. В среду омичей ждет народный артист России Дмитрий Певцов. Он представит концертную программу, посвященную Владимиру Высоцкому.